Всем привет дорогие друзья, вы на канале AlinHustle и сразу же скажу подписывайтесь на телегу LH нижнее подчеркивание крипто 1, вот QR код, здесь будет вся информация и здесь будет значит инструкция как продать, как что сделать и так далее. И сейчас мы поговорим о том, как продать, сколько стоит, как вывести, что делать если не пришли и все вот эти вот вопросы мы сейчас разберем. Давайте сразу же начнем с цены, ну цена собственно от премаркета ничем в итоге и не отличается, никаких чудесных 3.5x не произошло, цена реально просто один в один как на премаркете, в начале можно было зафиксировать первые там 5-6-7 минут было по 0.013, сейчас уже упало до 0.09 и примерно так вот и держится. То есть я сейчас смотрю на бинансе, на остальных биржах собственно примерно то же самое. Значит что насчет выводов, смотрите, те кто выводили на бирже и кошелек ТГ могли видеть, что им пришли выводы еще вчера и позавчера даже они уже начали приходить и отображались там, причем там уже даже была цена, которая основывалась и отталкивалась от премаркета и собственно она в итоге ничем и не отличается. Это раз, то есть если вы вводили на бирже либо кошелек ТГ вам 1000% уже пришло, ну к сожалению сейчас из-за того, что блокчейн тон лег, вы это не проверите, но если вы заходили до этого, то не беспокойтесь, вы уже видели, а если не видели, не беспокойтесь, вам все точно пришло. И что насчет тон кипера или другого, любого некосредственного кошелька? Монеты также пришли сегодня в 13.00, то есть 26 числа в 13.00 по МСК, то есть в 10 часов утра по мировому времени они пришли на все кошельки. Если вы даже заходили после этого и можете сказать, что их там не было, нет, они там были, просто они отображались как ноль, из-за этого этот баланс мог быть скрыт. Там нужно было пролистать вниз и убедиться в этом. Вот смотрите, даже если я сейчас зайду в тон кипер, то он разумеется запускаться нормально не будет, поскольку сейчас блокчейн тон лежит и лежит все, что с ним связано. Это внутренний кошелек ТГ, это любые переводы, да вы даже его не сможете сделать не то, чтобы он прошел, потому что начался крупнейший аэрдроп в истории и вообще, можно сказать, эпохальное событие в блокчейне тон. Поэтому ближайший день, два, три никаких нормальных сделок, переводов сделать не получится, совершить, что, конечно, печально, но ничего не поделать. Итак, что насчет моих планов? Вы, конечно, не обязаны прислушиваться, это ни в коем случае не инвестиционный совет, но я вам очень не рекомендую их продавать сейчас. Если мы будем отталкиваться от любых других активов, то у нас цена вот всегда идет, знаете, вот таким вот образом, то есть вот она где-то начинается первые 20 минут, и она вот так вот снижается, снижается, а потом уже за счет чего-то киты заходят и начинают откупать. К тому же, я отталкиваюсь даже от слов криптовейла, это, если что, приближенный к разработчикам человек, он порекомендовал ни за что не сливать свои, значит, токены и просто ждать. Поскольку люди начнут выкупать, как это было с ноткоином, который, напоминаю, напоминаю, ноткоин сливали по 40, 35, 40, 45 копеек, в итоге он вырос до почти 3 рублей в один момент, 2,5-2.6. Кто это мог предстоять? Никто. А кто знал, что тогда в ноткоин начнут выливать просто сотни миллионов долларов? Так даже несколько китов откупили на 200, потом на 300 миллионов долларов, и с хомяком, по крайней мере, по советам кита, будет то же самое. Я в это верю, и поэтому сейчас я точно рекомендую вам сливать, поскольку первые там час-два-три, это просто бред, что-либо продавать и какие-либо выводы делать. И второй аргумент, почему сейчас не надо продавать, я более чем уверен, что каждый, наверное, первый, кто смотрит этот ролик, обладает маленьким количеством токенов. То есть это 200, ну вот 2000, 3000 токенов, или даже как у меня там 8000 токенов, это все равно очень мало, если брать как актив какой-то. Что такое 80 долларов? Это ничего, на это ничего нельзя купить, можно только какие-то бытовые вещи оплатить, но это не хватит на какую серьезную покупку, и поэтому рекомендую вам точно просто оставить, просто оставить и не трогать свои токены, по крайней мере, первое время. Я обязательно в своем канале скажу, что я буду с ними делать и когда, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пишите в комментах, что вы думаете насчет этого, будете вы сливать или нет. Вот я повторюсь, я сливать на данный момент точно не буду. Да, значит, давайте рассмотрим еще аргументы, которые приводятся с другой стороны, мол, никому этот токен не нужен, никто его не будет откупать, потому что он бесполезен. Но, друзья, NotCoin до того, как они ввели Explore, тоже был по сути бесполезен. Он никому не был нужен, он никакой ценности не имел, и поэтому его сначала никто и не откупал. Но потом какие-то киты зашли и наварили на этом такие суммы, которые, знаете, не все города России бюджет за 10 лет такой имеют, какой люди заработали в итоге на NotCoin за счет его выкупа и последующего поднятия цены. Поэтому не говорю, что будет повторен успех NotCoin, но в целом, думаю, на что-то подобное можно рассчитывать. И еще насчет дропа хомяка, мол, играли, играли так долго, так мало получили. Скажу вам, что по сравнению с остальными таплками, не считая NotCoin, он раздал в целом средне. То есть, ни много и ни мало получить там по 20-25 долларов с аирдропа в целом это неплохо. Ну, потому что не нужно думать, особенно 100% горе-комментаторы будут под этим роликом, которые почему-то считают, что школьники играли в этого хомяка примерно 24 на 7, как будто ходили на работу 5 на 2. По факту же это не могло даже априори занимать много времени, если вы условно не забирали, конечно, эти ключи, а чисто качали прибыль в час. То есть это могло занимать, ну, 10-15 минут в день, там просто больше делать было нечего. Поэтому абсурдны те заявления, в которых говорится о том, что люди потратили столько времени. Я более чем уверен, что каждый из комментаторов сомнительно, что он бы потратил более рационально и эффективно это время. Я прямо очень сомневаюсь, что они в это время бы читали книги или, как я помню, один комментарий, человек написал, что вместо этого можно было получить профессию. Я, конечно, не знаю, на какую профессию можно обучаться по 10 минут в день, но, видимо, на какую-то можно, ведь комментаторам всегда виднее. В общем, как продать? Последняя дема, которую мы застроим, это как продать? Сейчас, ну, я думаю, в бирже это каждый умеет пользоваться, кто туда выводил, кто туда не выводил. Ждите пока в криптоботе, вот в нашем чате, сейчас я зайду, значит, обучение. Вот, есть такой сервис криптобот замечательный, ссылка на него будет вот в нашем чате есть, можете заходить. Тут, кстати, отвечаем на любые вопросы, общаемся, линхаслчат, вот QR-код. Вот, значит, в криптоботе через день, 2-3, когда блокчейн оживет, добавят замечательную кнопку пополнения хамстер-токенов. Просто перекиньте их туда и сделайте все по точности такой же инструкции, как вот здесь написано. То есть здесь инструкция написана с USDT, а вам нужно будет сделать то же самое, но с хамстер-токеном. Можете посмотреть у меня ролик про Докс или ролик про Кэти, хотя я, наверное, и про хамстер тоже на всякий случай сниму. И нужно все будет сделать аналогично. Вы там сможете продать и прямо на карту все деньги получить. То есть, если хотите прочитать эту инструкцию, заходите в чат, раздел обучения, и здесь в закрепленном, значит, сообщении будет вся информация. Пишите в комментах, что вы думаете. Всем спасибо, всем пока.